Социальные объекты не могут стать примером халатной работы, и случайные компании не должны этим заниматься. Такими словами губернатор Приморья Олег Кожемяка подвел итоги своей проверки строительства детских садов и школ. Глава побывал на территории возводящихся садиков Намаковского 157 и в микрорайоне Снеговой Пади, где он также оценил работы в школе номер 55. Здесь ребята хорошо работают, и очевидно, они должны уложиться в срок, сдать эту школу. То, что касается детского сада Намаковского, то там, конечно, нужно увеличивать количество людей. Работы еще много, времени остается не так много, два с половиной месяца. На особом контроле у губернатора также детские сады на Кипарисовой и Крыгина, которые строятся в рамках национального проекта «Демография» и призваны сократить очередь в садике семей с детьми в возрасте от полутора до трех лет. По мнению Олега Кожемяка, на этих объектах подрядчики оказались не готовы к заявленному объему работ и не уложатся в срок. 400 миллионов взяли. Но вы же должны были рассчитывать свои силы. Если взяли один объект, но введите один объект. Зачем брать второй? Так, чтобы нахапать и потом подводить и людей, и город подводить, и государство. И у нас деньги неосвоенные будут. И люди не получат ожидаемые места. Зачем? Глава Приморья поручил своему заместителю Михаилу Петрову закрепить за площадкой строительства детского сада Намаковского инспектора стройнадзора, который будет следить за работой на объекте и направлять соответствующие фотоотчеты. В отношении объектов, на которых строительство ведется с отставанием, Олег Кожемяка поручил мэру города, Олегу Гуменюку, организовать работу с субподрядчиками и увеличить число рабочих. Или принять кадровые решения, пересмотреть состав специалистов мэрии, ответственных за выполнение социальных обязательств перед населением. Первостепенные для горожан объекты в любом случае должны быть сданы в срок, заключил губернатор. Максим Яковлев, Новости на восьмом.